ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Генпрокурор после теракта в Крокусе заявил о взрывном росте преступлений среди трудовых мигрантов. На самом деле это ложь. Генпрокурор Игорь Краснов подпитывает волну мигрантофобии после теракта в Крокусе. На коллегии с участием Путина Краснов заявил, что число преступлений трудовых мигрантов выросло на 75%. Эти слова были растиражированы правыми сообществами в соцсетях и СМИ. Генпрокуратура скрывает свою статистику с января 2023 года. Зато ее публикуют МВД и Верховный суд. И эти цифры не показывают взрывного роста преступлений среди иностранцев. Напротив, по данным полиции, в 2023 году число иностранцев, совершивших преступления, даже снизилось на 9%. А среди граждан СНГ, кроме россиян, на 7%. Судебная статистика показывает схожие данные. Тем временем, в России усилились ксенофобские настроения и гонения на мигрантов. В подмосковном Фрязино мужчина с ножом напал на посетителей компьютерного клуба с российскими выкриками. Ранение получил 15-летний подросток нерусского происхождения. Он зашел на меня, смотрит и начинает ножом бить. Без слов ничего, просто начинает ножом бить и сразу бегает. Он сначала на других начинал нарваться, потом я стоял, подумал, что это шутка. И сразу он ко мне прибежал и начинал ножом бить. В городах пассажиры отказываются садиться в такси, если за рулем таджик. А в московском метро после теракта неонацисты оскорбляли россиянку из Якутии. Ну-ка, давай-ка, уйдем отсюда. Россия для русских, Москва для москвичей, Африка для нефига, помойка для хачей. Слава Тисакову. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живет. Хотел бы начать с вопроса, который сейчас, с темы, который сейчас циркулирует в общественном пространстве, что на самом деле задержаны не те террористы, которые напали на Крокус-Сити-Холл, потому что не соответствует тому, что видели на кадрах, профессиональное передвижение, с тем, что последовало потом. Есть ли у вас сомнения в том, что задержали именно тех людей, которые совершили этот теракт в Крокусе? Ну, вы знаете, я твердо знаю две вещи. Если российские офицеры и власти спецслужбы знают, как точно, значит, это не так. Ну, то есть, это проверено уже десятилетиями. То, что случилось на самом деле, мне кажется, случилось две важнейшие вещи. Первая важнейшая вещь, это, конечно, я бы сказала так, операция уха, это отрезание уха, вкладывание его в рот, вот это все пытки на камеры и моментальное распространение этого всего. Вот это, конечно, вообще неожиданно такого не было. И совсем еще недавно, помните, совсем еще недавно запытки увольняли. Совсем еще недавно запытки, это был 18-й год, когда был первый скандал с пытками. Новая газета тогда опубликовала кадры, Валентина Матвиенко заходила на трибуну, требовала реформирования системы, которая допускает пытки. Совсем недавно принят был закон о противодействии пыткам. Ну, то есть, это вообще как-то права человека, вот это вот все. И тут же людей награждают. То есть, все-таки, эта черта передана, черта с правом, с правами. Она передана, и дальше эти уши будут сейчас улететь очень у многих. И вторая вещь, это, конечно, совершенно безапелляционное объединение Украины. Здесь даже дело не в справедливости, не справедливости, а дело в том, что... Знаете, какая ситуация? Эта ситуация... Бежит полиция на крики ночью, видит труп с ножом в спине, видит свидетеля и видит убегающего, судя по всему, убийцы. И свидетель, муж, наверное, жертва, да, показывает в другую сторону, говорит, он туда побежал, туда побежал. И полицейские бегут в другую сторону, они не поймают убийцу. Вот это то, что делает сейчас Путин. Зачем? Чтобы не поймать убийцу? Ну вот здесь как раз по поводу Украины, потому что сегодня Патрушев, глава Совбеза Российской Федерации, сказал... Ему задали вопрос, ИГИЛ или Украина. Он сказал, конечно, Украина. Есть цитата, это видео доступно. То есть они уже определились, на кого повесить этот теракт. А для чего им это нужно? Учитывая, что у них и так развязаны руки. Зачем им, условно, ну, создавать совершенно нелепую конструкцию, которая просто разваливается, даже если посмотреть на невооруженным взглядом? Зачем они это продвигают? Только Патрушев Бортников еще так-то развернуто сказал, почему это Украина. У пропагандиста Зарубина это в Телеграме. Еще так музычка подложена, на подложечку такая тревожная. Звучит тревожная музычка. Ну, во-первых, о всем всегда должна быть виновата Украина. Оно, конечно, никак не складывается. Ну, и надо сказать, что, ребят, ну, это ИГИЛ. ИГИЛ замучился орать, что это я, это я, это я. Я ИГИЛ. Но мы же знаем одну вещь, по крайней мере, совершенно точно про ИГИЛ, что мы все для них крестоносцы, мы все для них неверные. Украинцы, русские, американцы, французы, мы все одинаковые. Они не видят разницы между русскими и американцами, между русскими и украинцами. Разница для ИГИЛовцев. Нет, мы все неверные. А тут еще и зеленский еврей, да, между прочим. Какая может быть коллаборация? Это ИГИЛ. Это не, не знаю, это не шах рана в отставке. Нет. Это другое. И, конечно, то, что мы видим, это, безусловно, еще и, это назвал вам Аркадий Дубнов, произошедшего рекламной акцией. И я не могу с ним не согласиться. Это рекламная акция ИГИЛа, которая очень сильно удалась. Что вот мы можем вот так, вот так, вот так и вот так. А вот эти какие-то странные люди еще что-то добавляют к нашей рекламной акции. Ну, уйдите, это наши рекламные акции, это какие-то очень смешные. И если вот так к этому относиться, на самом деле, что снижать стоимость ИГИЛа, что все это Украина, что, конечно, вообще нелепо, тогда ждите повторения. Здесь просто скорее даже вопрос, для чего еще Путину и его силовикам, для чего им еще какие-то поводы. Вот, то есть, они уже делают в Украине все, что могут. Просто есть пределы, потому что, ну, дальше армия не может идти, потому что у них не хватает ресурсов. Но если бы они могли, они бы, скорее всего, пошли. Зачем им вот еще какой-то дополнительный повод обвинить Украину? У них же уже нет никаких тормозов в этом смысле. Ну, нет пределов. Ну, смотрите, Вадим, у нас же как? У нас же вот на прошлой неделе внесены в уголовный процессуальный кодекс и в уголовный кодекс вот эти вот статьи, которые позволяют брать людей на войну, сразу забирая их с теплого трупа. Вот с теплого трупа сняли, надели наручники, что-то подписал, ну, и пожалуйста. И можно это сделать несколько раз. И это внесли в УК, а это почти выше кодекса, только конституция. То есть теперь это все внесено в кодекс. То есть Путин собирается воевать очень много лет. Вообще очень и очень много лет, потому что эта норма внесена. Вообще много лет. Не факт, что в Украине, но факт, что воевать. Он собирается. Дальше, не знаю что, я бы там, Приднестровье, Латвия, Литва, Эстония, Польша. Все это такое, он много раз это говорил, Медведев это много раз говорил. Он не собирается останавливаться. Для того, чтобы не собираться останавливаться, надо все время быть в тонусе, чтобы народ был твой в тонусе. В тонусе народ, вот враги обозначены. То есть более того, не просто обозначение врагов. У нас же идет все время накал, накал. Еще сильнее ненавидеть, еще сильнее. И это вот сегодня говорил Патрушев про Украину и Бортников. А вот вчера я послушала Путина, и он рассказывал, как украинские изверги, значит, бомбят российскую энергетическую инфраструктуру. И вот, ну правда, ну правда, слушаешь и думаешь, чем чудовищнее лошадь, тем легче в нее верят. Вот перевернуть все наоборот и говорить наоборот. Ну, наверное, наверное. Геббетс же говорил, чем невероятнее лошадь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Выступил сегодня и президент Франции. Макрон уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией. После встречи с еще одним русофобом Петером Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами и кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде.